Дмитрий Леонидович, практикующий учитель Я работаю 6 лет, 9 лет работаю педагогом и на сегодняшний день столкнулся с проблемой непонимания администрации моей школы. Это вновь пришедший директор с прошлого года 2019, который в этом учебном году преподает историю в восьмых классах. Директора зовут Волкова Наталья Викторовна. Несмотря на то, что я пытался уходить от проблемы, но Волкова Наталья Викторовна пытается всячески притеснять меня. Конфликт начал развиваться с того момента, когда директор по просьбе классного руководителя 6 класса, ученик которого является ее сыном, попросила и требовала выставить более высокую отметку за контурную карту. Но в результате нескольких встреч и долгих дебатов я отказался выставить эту отметку. Тогда началось преследование меня. Тогда директор стал требовать от зауча по учебной работе посещать все мои уроки. Стало оказываться на меня давление. Я вынужден был обратиться сначала к губернатору Кожемяка Олегу Николаевичу. Дальше, после того, как письмо было отправлено туда, меня вызвали в управление, где я разговаривал со специалистами управления образования города Владивостока. Меня поддержали. Было впоследствии письмо туда из управления, что было вызвано на беседу директора Волкова Наталья Викторовна. С ней была проведена беседа с классным руководителем этого класса, у которого оказался конфликт. И, несмотря на это, директор Волкова Наталья Викторовна не прекратила, она не услышала специалистов управления образования, она не услышала мнения руководителя профсоюзной организации Владивостока Карамовой, которая пыталась тоже примирить меня с директором. И директор продолжала гнуть свою линию. После того, как был выложен мем, порочимую репутацию в интернете, залит в соцсети ФК, директор знала об этом, у нее есть программа по отслеживанию контента экстремистского. Заучим по учебной работе она была предупреждена, она сама об этом сказала на комиссии по трудовым спорам. Но, несмотря на это, этот мем продолжал висеть. Помимо этого, там были выложены фотоиздевательства над детьми, тоже продолжает все висеть до сих пор, и директор ничего не сделал, чтобы добиться удаления этих фотографий. Я был вынужден в состоянии жуткого напряжения обратиться через соцсеть в Ютубе с объяснением причин, почему я обратился о том, что директор ничего не предпринимает для разрешения всей ситуации. Это видео было 22 апреля, после этого я повесткой был вызван на комиссию по трудовым спорам. Что стало причиной для комиссии? Это жалоба директора, письменная жалоба директора, о том, что я нарушил педагогическую этику, о том, что я считаю, что директор является самодуром. Ролик этот назывался «Самоуправство руководителем БОУ СОЖ-16», в котором я высказал причины, почему я так считаю. На комиссию по трудовым спорам я пригласил своего представителя, это СУСТов Александр, которого не был, вопреки требованиям закона, допущен на разбор этой ситуации, потому что это была комиссия по трудовым спорам. Я отказывался участвовать в разборе без него по долгому настоянию, в результате долгой борьбы и препирательств Александру разрешили присутствовать в коридоре. Было понятно, что все члены этой комиссии будут настроены против меня для того, чтобы поддержать директора, что это было инспирировано с целью, чтобы организовать повод для увольнения меня, что они попытались сделать. Они единогласно проголосовали в нарушении закона предложить администрацию уволить меня по трудовому кодексу по статье разглашения педагогической этики, нарушения педагогической этики. И рекомендовали единогласно директору на усмотрение ее подать в суд в связи с клеветой. После этого я потребовал, чтобы мне письменно были предоставлены распечатки документов, чтобы с ними обратиться в суд для оспаривания результатов работы этой комиссии. Но мне документы не были отданы. В силу всех этих перипетий у меня ухудшилось здоровье. Официально я лег на больничный. Я пришел в поликлинику 27 апреля, но мне не был в этот день открыт. Да, было зафиксировано фельдшером повышенное давление. Не было в данном случае открыт больничный, а был открыт больничный мне с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года. Чем имеются соответствующие документы. В качестве кого Александр присутствовал на трудовой комиссии? В качестве моего официального представителя на комиссии по трудовым спорам. Официальный представитель в каком статусе? Как он вообще вышел на эту комиссию? Обратился к нему я по моей просьбе, чтобы было более объективно, более... Как вы его нашли? Ну, я с ним и до этого общался. Коль же есть Федерация независимых профсоюзов? Есть, но, к сожалению, профсоюз у нас работает очень и очень слабо. То есть на трудовую комиссию профсоюз в вашей школе не предоставил вам профсоюзного работника для защиты? Нет. То есть получается, Александр присутствовал как представитель профсоюза наемных работников, к которому вы обратились, и он пришел. Совершенно правильно. На тот момент вы не состояли. Совершенно правильно. Так, трудовая комиссия вам выставила условия? Одним из которых являлось удаление ролика, что я и сделал в тот же день, когда пришел домой. Другие условия были? Директор озвучила требование, что может посмотреть гипотетически ее внучка, ее это не устраивает, ей нужно нечто большее. Но при слое нечто большее, мне и психологически, и эмоционально, то есть я отверг эту формулировку полностью. И я сказал, что я в таком, когда меня спросили, согласен ли я примириться, я сказал, что я ни в чем не считаю себя виновным. Потому что я не начинал эту войну, я человек лояльный. Но требования вы исполнили? Я требования исполнил, да. Все требования комиссии? Да. То есть, несмотря на то, что это называется трудовая комиссия по спорам, спора никакого не было. Вы свою часть сделали? Да. Я свою часть выполнил. Вторая сторона? Вторая сторона продолжала, скажем так, унижать. И это унижение продолжается до сих пор. Даже уже по другому делу, когда директор мне в очередной раз угрожала, тряся в руках жалобы от родителей, в котором были записаны обвинения в отношении меня, которые я считаю злонамеренной клеветой и угрожала, в очередной раз угрожая буквально. В жалобе были следующие претензии. Первый блок – это то, что на моих уроках нет совершенно дисциплины. Знания нулевые, что является чистейшей неправдой. Дальше, что было упомянуто мое обращение на YouTube, что я дисквалифицировал директора, дискредитировал. Третьим блоком было обвинение в том, что я являюсь учредителем церкви полного евангелия слова веры. Я действительно до начала работы педагогом посещал эту организацию некоторое время. Я являюсь членом другой организации и дорожу этим званием. Я являюсь членом римокатолической прихода Прества Богородицы. И в течение многих-многих лет я стараюсь быть порядочным членом, дорожу репутацией, ко мне относятся уважительно там. Всю свою жизнь я старался в нашем городе, чтобы не было никаких конфликтов на религиозной или иной национальной почве. Я общаюсь с людьми разных конфессий, стараюсь содействовать тому, чтобы у нас был мир, чтобы у нас не было никаких потрясений в нашем государстве, чтобы верующие могли спокойно молиться о процветании государства, о благоуспеянии, как еще говорят верующие, властей, воинстве, экономике, чтобы у нас в государстве было все хорошо. Но в этой жалобе было все выставлено таким образом, что я религиозный экстремист. Но вы же католик. Да. И одновременно состоять в католической церкви и в протестантской понедельнице. Я не могу. Что изначально является клеветой. Плюс были использованы такие эпитеты, что я, Авчаренко Дмитрий Леонидович, на вопрос детей, когда меня дети спрашивали во время урока, они спросили, что, Дмитрий Леонидович, мне был задан вопрос, не было ли вам страшно, когда этот ролик вышел. Я говорю, дети, даже Христос, он был незаконно оклеветан, он стрелял. Но я, собственно, человек, что я могу бояться, зная, что я не сказал ничего из того, что мне можно было бы краснеть. Нет, но если у них есть какие-то претензии к тому, что вы нарушаете чьи-то чувства верующих, пожалуйста, ну... Вот, они исказили мои слова, они подали это таким образом, что я сказал, что я как Бог, я никого ничего не боюсь. Вот, и они мало того, что, по сути, разожгли в этой жалобе ненависть к этой организации, они сказали, что подали верование этой организации таким образом, что патологическая концепция эта организация проповедует, что каждый член должен соответствовать жизни Иисуса Христа и повторить тот путь, что это является грубейшим логическим искажением. То есть они, получается, на официальную пакистанскую церковь обвинили в том, что нет. Что еще было в этой ракции кисти? Было противопоставлено утверждение, что я, моя родина Украина, было противопоставлено утверждением, как будто, что это я, говоря о том, что я родился на Украине, я тем самым противоставляю Украину и Россию. Но, что является грубейшим ошибкой, неправильно. Почему? Даже когда пошли события на Украине, а у нас в Российской Федерации были митинги в поддержку Крыма, в, скажем так, несогласии с тем, что происходит на Украине, я, мне это все было больно, я не присутствовал на этих митингах, потому что я родился в Украинской Советской Социалистической Республике, я не просто интернационалист, для меня весь советский строй это святое. Для меня святое Сталин, Ленин, вплоть до момента распада нашего советского государства. Я не могу, зная, что мой отец коммунист, зная, что мой отец интернационалист, я не могу противоставлять мою родину, одну, где я родился, и... Возникает опрос, и они, получается, утверждают, что ты занимался региозной агитацией во времена, как я понимаю. Да, да. Они вот этого утверждают. Дело все в том, что это никак не подтверждено, и даже родители, которые присутствовали у меня на уроках, они знают, что я не занимаюсь религиозной организацией. У нас по Конституции, по закону об образовании это запрещено. И всегда, когда возникают такие темы, например, появление христианства, в учебнике по истории, допустим, пятого класса, сказания еврейского народа, всегда учитель, если он дорожит репутацию, он всегда напряжен, чтобы не сказать ничего такого, за что его могли бы привлечь. А кто подписал это заявление на вас? Ведь, я так понимаю, отца очень присутствовала... Я не видел подписей. Я могу предполагать... Вы нам предоставите скодированные документы. Да. Директор, получается, пришел недавно. Да. И ведет те же предметы, что и ты, получается. Да. Историю ведет в восьмых классах. Но у меня, в связи с конфликтной ситуацией, которая сложилась, я ставлю вопрос о том, что компетентно ли Волкова Наталья Викторовна руководить данным учебным заведением, раз она не может в данном случае и не могла разрешить всю эту ситуацию. Ведь, зная, даже если брать ситуацию с выложенным мемом ВК, зная всю эту ситуацию, которая, тем более, она была предупреждена о том, что моя фотография там, если бы она, скажем так, оперативно среагировала, не было бы этого ролика. Если бы она пошла мне навстречу изначально... У директора конфликт только с вами, как с преподавателем, а с другими? Нет. У директора были до меня конфликты с другими сотрудниками нашей школы. Мой конфликт в данном случае не первый, а очередной. Другие учителя готовы подтвердить ваши слова? Есть желающие выступить в таких же интервью? Я думаю, что да. Они не побоятся, что это еще глубже усилит конфликт? Я думаю, что да. В школе, на самом деле, очень напряженная ситуация. Но если корректно говорить, очень напряженная ситуация. И моему большому огорчению, вот за 9 лет моей работы я вижу первого директора, который подходит к решению вопросов непрофессионально. Какие выходы из данной сложившейся ситуации вы видите? Как можно разрешить этот конфликт? Если не прекратится преследование, конкретно идет до сих пор преследование меня, то хотелось бы обратиться ко всем тем, от кого зависит решение этого вопроса, с просьбой от страны директора от управления данного учебного образовательного заведения. Как вам кажется, какая организация способна продвинуть вашу идею? Я думаю, что совместными усилиями средств массовой информации, общественных организаций, профсоюза, управления образованием и администрации края, города, я думаю, что это все возможно. Тем более, как бы вот с самого начала этой всей ситуации мне была, оказывалась поддержка, но я к своему потрясению и удивлению вижу человека на вот этой занимаемой должности, который никого не слышит. У вас получается в школе больше 20 человек учительского, преподавательского состава. Но так или иначе, что... Из тремя из них у директора конфликт, то есть это больше 10% персонала. Не перегиб ли это? И сколько еще учителей примерно готовы вас поддержать? Есть ли хотя бы половина? Ну, тут я один человек знаю точно, за остальных как бы не буду ручаться, потому что кто-то боится директора, я ничего не боюсь. Я за... Уже, получается, довольно много лет я пришел в профессию не так рано, а можно сказать поздно. Вот я в 2011-2012 году пришел в профессию. Но кто-то боится, кто-то по своим причинам. Каждый варится, каждый борется, кто как может. Получается, федерация независимых прослезов, учительские по образованию, они в курсе ситуации, что конфликт не только с одним человеком, с тремя. Не пытались они как-то собрать коллектив совместно? Да, и по настоянию Карамовой, Людмилы Геннадьевны, в том числе, была и возрождена комиссия по трудовым спорам. Потому что до этого этого не было. До этого профсоюз слабо работал. До этого не было конфликтной комиссии. До этого многих локальных актов я не видел в глаза. Профсоюз пытается что-то делать. Они тоже пытаются защищать. Но тут проблема в личности.